МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед многими из нас рано или поздно встает вопрос о получении водительского удостоверения. Это и неудивительно, ведь в современном мире автомобиль не просто средство передвижения, но также неотъемлемая часть жизни многих людей. Где обучаться вождению? Вариантов в Гомеле и области достаточно. Однако как важно не ошибиться в этом, казалось бы, простом вопросе? Как правильно сделать свой выбор и на что обратить внимание в первую очередь? Об этом сегодня мы поговорим с гостем нашей студии, представителем одной из ведущих автошкол Гомеля, с говорящим названием «Лидер» Дмитрием Зайцем. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. С 2003 года автошкола «Лидер» осуществляет подготовку водителей и легковых автомобилей. Сегодня «Лидер» – самая крупная частная автошкола Гомеля, в распоряжении которой 77 сотрудников, 13 учебных классов, 50 учебных и легковых автомобилей, 4 асфальтированных автодрома в черте города. За достаточный опыт работы, а это более 11 лет, здесь подготовили около 10 тысяч кандидатов в водители. Дмитрий Иванович, рады видеть вас в нашей студии. И сразу вопрос, что же такое автошкола? Какие требования сегодня предъявляются к автошколам? В нашей стране деятельность по подготовке водителей механических транспортных средств строго регламентирована. С юридической точки зрения нет термина «автошкола». Есть понятие «учебная организация». Это юридическое лицо, которое прошло обязательную сертификацию в национальной системе подтверждения Республики Беларусь. Раз у организации есть сертификация ответствия, то она говорит, что эта автошкола чему-то соответствует. Это что-то называется государственный стандарт СТБ-2191 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств». Вся подготовка водителей осуществляется по единой программе, которую утверждает Министерство транспорта и коммуникаций. Она является обязательной для исполнения всеми автошколами на территории Республики Беларусь. На то программа и единая – ни шаг влево, ни шаг вправо. Также существует типовая форма договора, которую также разработал и утвердил Минтранс. Автошколы свободны в заключении договора, но все моменты, которые есть в типовом договоре, должны быть и в договоре, который автошколы заключают с гражданами. Думаю, неспроста так много условностей, ведь, в принципе, полученные знания и навыки в автошколе определяют нашу состоятельность как водителей. Так все-таки в чем же приоритетная разница автошколы и лидера других автошкол? Гражданин, в какую бы автошколу ни пошел, на выходе это будет кандидат в водители. Так как программа единая по всей стране, то разница между автошколами заключается лишь в условиях обучения. То есть на каких машинах и во сколько проходят занятия по вождению, где находятся учебные классы и автодромы, такова цена и есть ли рассрочка оплаты за все обучение, а также графики занятий утром, днем, вечером или только по выходным. И все-таки с чего же начинала автошкола лидера? Что из себя представляло в 2003 году в начале своей деятельности? Какими были первые автомобили и как вы зазывали первых учащихся? Первый учебный автомобиль автошколы «Лидер» вышел на линию в августе того же года. Своим рождением автошкола «Лидер» обязана образовательному центру «Лидер». Это центр «Лидер» на рынке дополнительного образования в Беларуси, который недавно заслуженно победил в номинации образовательной курсы республиканского конкурса «Народная марка Беларуси». В 2003 году образовательный центр «Лидер» ввел свою деятельность по направлениям, такие как школа иностранных языков, дизайна, профессиональное обучение и компьютерная подготовка. И было решено открыть новое направление, а именно автошколу под одноименным названием. Первыми клиентами автошколы стали именно выпускники иных курсов образовательного центра «Лидер». Так что сильно зазывать их не пришлось. Тем более стоит отметить, что в тот момент автошкола «Лидер» была одной из первых автошкол, которые еще зарождались в то время в Беларуси и были еще в диковинку для нашего населения. Но сегодня выбор большой. Я знаю, что только в Гомеле обучают водителей категории «Б» сразу 10 автошкол. И в этом многообразии «Лидер» таки удерживает лидирующие позиции уже на протяжении долгого времени. Как удается добиваться таких результатов такого статуса? Благодаря довольным клиентам, которые посоветуют нашу автошколу своим родным, близким, знакомым, друзьям, а также гибким условиям обучения, постоянно подстраивающимся под современные запросы потенциальных клиентов. Главное в деятельности автошколы «Лидер» – это довольный своим обучением клиент и качественно оказанная услуга. Организованная прямая линия с учащимися, которые могут позвонить своего руководства, высказать свои замечания, предложения, в чем-то нас поправить. Помимо телефонной линии можно пообщаться и через скайп, вайбер, путем заполнения формы обратной связи на нашем сайте, отправить электронную почту, а то и попросту прийти на прием. То есть такой постоянный диалог с клиентами? Да, постоянно необходимо держать руку на пульсе. Осуществляется контроль за мастерами, преподавателями, внедряются передовые методики обучения, производится гибкая ценовая политика, проводятся различного рода акции, объявляются скидки. Одним словом, автошкола «Лидер» работает с каждым индивидуально и нацелена на конкретный результат. Накануне мы пообщались с учащимися автошколы. Давайте узнаем, почему они отдали предпочтение именно «Лидеру» и что думают о качестве преподавания в целом. Внимание на экран. Мне посоветовали «Лидеры», сказали, что и цена приемлемая, и достаточно хорошую базу дает. Практически весь мой круг общения обучался в этой школе. По отзывам в основном, по рекомендациям старшего поколения решила сюда. Думал, посмотрел, выбрал, решил это, потому что и друзья там в «Лидере» учились. С детства я мечтала водить автомобиль, это моя мечта. Именно сейчас я пошла, позволяет время, деньги. Просмотрела в интернете все возможные варианты, мне как бы более подошло от школы «Лидер». Время обучения мне позволяет, чтобы совмещать вместе с работой. Три месяца обучения – это краткий срок, быстро. Если находится уж общий язык с преподавателем теории, с преподавателем по вождению, это самое важное. Тогда все получится, все пойдет. Эти мнения говорят о многом, очевидно и то, что «Лидер» на слуху. Однако давайте обо всем по порядку. Дмитрий Иванович, как можно стать курсантом автошколы? Существует ли какая-то очередь и какие условия записи? Автошкола «Лидер» осуществляет подготовку по наиболее востребованной, самой массовой и популярной категории – это «Б» – легковые автомобили. Обучаться в нашей автошколе можно с 16 лет, предельный возраст не ограничен. В основном учащиеся в нашей автошколе – это женщины и молодежь. Стать учащимся достаточно просто. Офис автошколы находится в самом центре нашего города, по улице Катунина, 12. Для того, чтобы записаться, необходимо предъявить паспорт, три фотографии цветные и медицинскую справку о пригодности к управлению механическим транспортным средством категории «Б». Через сайт имеется возможность круглосуточной записи 24 часа, все 7 дней в неделю. Предусмотрена рассрочка оплаты за обучение в 4 этапа. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы записаться в «Б». Мне посоветовали сказать, что у вас хорошая школа. Итак, процесс записи в автошколу позади и первоначальный взнос вы также внесли. Добро пожаловать на первое знакомительное занятие, так называемое «Урксобрание». Здесь на все ваши вопросы обязательно будут даны исчерпывающие ответы. И, конечно, будет иметь место важный пункт – заключение договора. И немаловажный фактор, конечно, это возможность совмещать обучение в автошколе с основной работой или учебой. На этот случай, насколько удобны условия у вас в вашей автошколе? Автошкола «Лидер» для потенциальных клиентов предлагает выбор варианта обучения по двум параметрам. Первый – это время обучения, то есть можно учиться утром, днем, вечером или только по выходным дням. Второй параметр – это место вашего занятия. Существуют учебные классы как в центре города, так и в микрорайонах Новобелеца, Тельмаш, на очереди Советский район нашего города. Дмитрий Иванович, согласитесь ли вы с тем, что все начинается с теории? И как много времени уделяют в автошколе «Лидер» теоретическим занятиям? Есть ли какие-то разделения на темы и предметы? Да, соглашусь. Единая программа подготовки водителей предусматривает в себе 170 часов теоретических занятий. Это 5 предметов. Правила дорожного движения, основы управления эксплуатацией транспортным средством, первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, правы основы дорожного движения и устройства эксплуатации автомобилей категории «Б». Есть дополнение к вашим словам и у ваших коллег? Прошу внимания на экран. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, минимальный срок подготовки водителей сегодня составляет 3 месяца. Из них большую часть времени курсанты проводят в учебных классах. Здесь они познают теоретические основы, а без них никуда. В городе идет война. У нас ездят все по-разному. Те лица, которые учились очень давно, хотя были изменения в правилах дорожного движения, и хотя не обязаны следить за этим, да, а они за этим не следят. Вот. Поэтому без знаний теории на наших дорогах безопасного движения быть не может. Максимальное количество учащихся в одной группе – 30 человек. Ни много, ни мало, однако это не мешает преподавателю уделить должное внимание каждому курсанту. К слову, все чаще в качестве потенциальных водителей – представительницы прекрасного пола. В изучении правил дорожного движения у нас более ответственные девушки. Именно подходят к изучению теории, потому что ребята думают, что если они умеют нажимать на педали и крутить руль, то им изучать правила дорожного движения вовсе не обязательно. Преподаватели уверены, как бы ни пытались они донести главное до учащегося, будь то парень или девушка, на дороге все зависит только от него самого. Человек сам должен захотеть этому делу научиться. Если он сам не захочет, никто ему не поможет. Мы же для того, чтобы это дело правильно показать, рассказать, как себя правильно и на дорогах вести, как вести себя правильно в этой жизни. И все же, если говорить о соотношении теории и практики, на ваш взгляд, чему должно уделяться больше времени и внимания, зная, что в связи с последними изменениями в законодательстве от автошкол требует больше практических занятий. Вот все-таки как-то это поможет при издаче курсантами экзаменов ГАИ? Из 220 часов, которые предусматривает единая программа, 5,50 часов отведено на вождение автомобиля. Для сравнения, до 2005 года часов по вождению было 29. С 2006 по 2014 – 40. Вождение можно начинать спустя несколько занятий после изучения теории. Таким образом, сами практические занятия не влияют на продолжительность обучения и находятся в рамках временных промежутков, которые очерчивает сама теоретическая подготовка. Что же все-таки составляет основу практических занятий в автошколе «Лидер»? Давайте послушаем мнение ваших коллег. Оттачивание элементов автодрома – неотъемлемая часть любого занятия по вождению. Самое элементарное – это упражнение на автодроме, начальное движение, то есть трогание, остановки, уметь рулить. Такое самое элементарное. А потом переходим к более сложным элементам, то есть гараж, парковка, дворик, эстакада. Нужно почувствовать машину, но очень помогает инструктор. Без толковой помощи инструкторам, конечно, чем не поможет. Проще несколько раз сделать одно и то же. Проехать по одному и тому же маршруту, запомнить, показать, и тогда человек будет уже более уверенно себя чувствовать на дороге. 50 часов на освоение практических навыков. Этого достаточно. В любом случае многое зависит от усердия курсанта и, понятное дело, профессионализма инструктора. Однако это далеко не единственное качество, которым должен обладать мастер по вождению. У него должно обязательно быть терпение, железное просто. Потому что мы знаем сами, как это сложно бывает. Никогда не получается что-то. Но мастер стойко выдерживает все это. Значит, здесь нужно быть не только мастером, но еще быть хорошим психологом. Вот, значит, смотришь на ученика и начинаешь подход подбирать. А я напоминаю, в гостях у нас сегодня представитель одной из крупнейших частных автошкол Гомеля Дмитрий Иванович Заяц. Дмитрий Иванович, как можете дополнить мнение ваших коллег? Как проходят занятия по вождению? И правда ли, что в команде профессионалов есть залог успеха вашей автошколы? Несомненно, два важных звена автошколы – это мастера производственного обучения, управления механическим транспортным средством и автомобили. Автомобили представлены одной маркой Deolanus. Это неприхотливый автомобиль корейской сборки, который идеально подходит для обучения учащихся в условиях нашего города. Касаемо мастеров, здесь занятия проходят индивидуально. То есть один человек, один курсант, один мастер. Тет-а-тет. Всех занятий предусмотрено 25. Ни для кого не секрет, что многие учащихся даже после окончания автошколы не доходят до сдачи экзаменов ГАИ, и просто бросают обучение, получив документы от автошколы, в ГАИ уже не идут. А те, кто и идет в ГАИ, и получают столь заветное водительское удостоверение, в ближайшие годы так и боятся сесть за роль автомобиля. Поэтому работа автошколы «Лидер» нацелена не только на подготовку, но и на психологическую подготовку, о том, чтобы человек сразу мог выехать на дороге. Кроме мастеров и преподавателей, коллектив автошколы состоит еще и из секретарей, методистов, бухгалтеров, аналитиков, механиков, и слесарей по ремонту автомобилей. И их слаженная работа – это и есть залог успеха автошколы «Лидер». И все-таки о качестве подготовки, согласитесь, можно судить главным образом по результатам сдачи экзаменов. Как ваши курсанты справляются с выпускными экзаменами? Есть ли какие-то особенности его проведения? Выпускные экзамены в нашей автошколе проводятся по единой методике, согласно государственному стандарту услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей транспортных, механических транспортных средств, требования к проведению выпускных экзаменов. Таким образом, что вы сдаете экзамен в автошколе «Лидер», что любой другой автошколе нашей страны, все везде одинаково. Данный государственный стандарт предусматривает проведение теоретического и практического экзаменов. Практически подразделяется на этапы «Автодром» и «Город». Есть дополнения к вашим словам и у ваших коллег? Прошу внимания на экран. Любой экзамен – это не только контроль умений и навыков, которые получили наши учащиеся, но и это анализ и итог всей нашей работы. Поэтому для работы экзаменационной комиссии всегда выделяются самые опытные, имеющие наибольший стаж работы преподавателей. По анализу работы за предыдущий период у нас было установлено, что качество подготовки наших учащихся постоянно возрастает. Количество сдавших экзамен с первого раза становится все больше. Особенно радует то, что учащиеся стали более хорошо сдавать элементы «Автодрома». Такие, как заезд задним ходом в бокс, боковая парковка диагональная, эстакада и так далее, что позволит им в дальнейшем быть наиболее уверенным в транспортном потоке. Ну и вот внутренний экзамен позади. Дмитрий Иванович, какой путь у выпускников лидера дальше? Есть ли какая-то принципиальная разница между экзаменами в автошколе и в ГАИ? Для тех, кто успешно окончил автошколу, далее необходимо подать документы в экзаменационное подразделение по месту своего постоянного пребывания или временной прописки. ГАИ принимает экзамен согласно постановлению Министерства внутренних дел номер 67 от 22 февраля 2011 года. Здесь существует разница. Скажем, если в автошколе вы должны сдать элементы помимо гаража, парковки, эстакады и разворота, еще и габаритный тоннель, габаритную змейку, остановка уступлиния, габаритный круг, то в ГАИ достаточно сдать два элемента на автодроме из четырех возможных. Касаемо теоретического экзамена, то в автошколе необходимо сдать три билета, каждым по 10 вопросов, то есть ответы на 30 вопросов. Касается ГАИ, если брать, то там всего один билет, 10 вопросов. Допускается одна ошибка в каждом билете. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экзамен в ГАИ сдать гораздо легче, чем в автошколе. Как много кандидатов в водители выпускает автошкола «Лидер»? Об этом накануне мы спросили у начальника межрайонного экзаменационного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Внимание на экран. В целом, по городу УВД подготовлено более 3000 медицинских удостоверений. Из них в ГАИ допущено 2500. Значит, в целом, если брать область, то более 4000 по области подготовлено. И из них около 3000 предоставлено ГАИ для сдачи экзаменов. Это за три месяца текущего года. Ну, согласно отчету нашего квартального, значит, лидирующую позицию занимает автошкола «Лидер». Такая статистика не может не радовать. Еще один довод в пользу знака качества автошколы «Лидер» – наличие сертификата соответствия. И ни одного. Дмитрий Иванович, расскажите поподробнее об этом. Действительно, автошкола «Лидер» в феврале этого года, в отличие, получила дополнительно к белорусскому обязательному сертификату соответствия еще и добровольный международный сертификат ИЗО-9001. Это система управления менеджмента качеством. Автошкола «Лидер» постоянно стремится совершенствовать свою деятельность. И данный сертификат – подтверждение еще и того, что мы стараемся сделать услуги, которые мы оказываем, еще более доступными, безопасными, надежными, ну и, конечно же, качественными. Тем более, как мы видим, на наших дорогах с каждым днем автомобилей становится все больше. Вот, Дмитрий Иванович, на ваш взгляд, эта тенденция позитивная? Да, несомненно, это позитивная тенденция. Автомобиль практически есть уже в каждой семье, о чем это говорит о том, что автомобиль перестал быть роскошью и стал средством передвижения. Так как сейчас у каждого есть мобильный телефон, выход в интернет, компьютеры, также и водительское удостоверение, и автомобиль. Придет время, где все осознают о том, что каждому необходимо иметь определенный набор вещей, среди которых будет и личный автомобиль, и, ну и, разумеется, право управления им. Сегодня нашу программу смотрят и потенциальные ваши клиенты. Что бы вы им посоветовали и что бы пожелали как начинающим, так и опытным водителям? Автошколу можно сравнить с вузами. То есть профессия одна и та же, учит множество вузов, однако какой-то вуз котируется больше, какой-то меньше, так и автошкола лидер. Учитывая, что больше всех выпускников проходят через автошколы лидер в городе Гомеле, можно делать о том, что обучение в автошколе лидер котируется и признается гражданами нашего города. Отсюда и посыл потенциальным клиентам учиться, конечно, в лидере. Дмитрий Иванович, спасибо вам за интересную и познавательную беседу. Спасибо вам, Екатерина. А я напомню, у нас сегодня в студии был представитель Гомельской автошколы лидер Дмитрий Заяц. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Если вы все же решили стать водителем, делайте правильный выбор, определяясь автошколой. И будьте лидерами на дороге. Дмитрий Заяц. Дмитрий Заяц. Дмитрий Заяц. Дмитрий Заяц. Дмитрий Заяц. Дмитрий Заяц.